Но для начала я представлю бойца из синего угла, его 32 года, его вес 65 килограммов 800 граммов, рост 173 сантиметра, профессиональный рекорд 34 боя, которых одержал 21 победу и потерпел 13 поражений. Представитель школы вольной борьбы из Грузии Пата Рабаков Рабакидзе! Аплодисменты! Брат находится, я так понимаю, рядом с джихадом Ислам Янусов, да. Обладатель рекорда 4 победы и одно поражение. Прекрасный боец, прекрасные именно генетические данные у этих братьев. Ну и самое главное, дух, конечно. Дух, который позволяет им быть успешными. Дух у нас всегда остается самым главным, Асламбек. Да, все-таки это вид спорта, вид единоборств именно для отважных парней, именно для тех, кто не боится рисковать, кто не боится идти вперед. Не всегда, конечно, но зачастую. Без духа никуда уж точно. Да, да, дух это ключевое и базисное. Ну и вы знаете, левша как раз джихад Дикий Ислусов и правша Патар Рабакидзе. Асламбек, как вам последние те результаты, когда грузинские бойцы так выигрывают неожиданно у бойцов и клуба Ахмад? Да, было два случая. Надар Кудухашвили прошел Чарси Дудаева. Ну и Шота Кулашвили прошел Шамхана Данаева. Вот, посмотрим, насколько эта серия продолжится сегодня. Прервет ли ее джихад Дикий Ислусов? Или наоборот, продолжит ли ее кружковое колено попытка нанести этот удар точно, но джихад не смог его нанести. А посмотрите, как Патар работает сейчас с двумя ногами и с корпусом пытается с тазобедренной частью. Как раз для того, чтобы все-таки осуществить тейкдаун. И он его делает, но как здорово защищает сейчас активно джихад Юнусов. Посмотрите, как здорово он себя держит в таком равновесии, чтобы еще возможность была и наносить удары, и ни в коем случае себя не дать полностью свалить, для того, чтобы забраться в маунт. А представляете, сколько энергии, сколько сил тратит Патар Абакидзе в этой ситуации? Ему нужно сдерживать. Умно и технично, и зная дело, защищается джихад. Великолепно. Посмотрите, насколько джихад контролирует ситуацию. Да, и подсказывает, отталкивайся от него. Он устает, он работает. Ну и, конечно, вот джихад... Ай сейчас вот попытается... Потому что отдаёт шею, джихад, но он работает с ногой. И сейчас, смотрите, бросок в своем стиле. О, джихад Юнусов. Смотрите, что он делает. Ай, красавец! Потрясающе! И смотрите, он треугольничек... Нет, по-моему, он не залазит туда. А сам, как раз, контролирует ход поединка. Вот такая вот джихад вернулся, как говорится. Это его стиль. Как он отметил в промо-ролике перед поединком, я буду играться грязно. Вот именно вот эта грязь заключается в том... Грязная работа. Грязно, но в рамках правил, отметил джихад. Грязно, но честно. Действительно... Оу, кстати, Левукову сейчас пропустил удар джихад в сближении со своим оппонентом Рабакидзе. Леса пропускает тяжело, слева руки. Распад Рабакидзе сильнейший удар пропустил сейчас. Сейчас плывёт, всё ещё Рабакидзе от этого удара. Летушка по печени в бэккик. У него область печени, как он носил с другой ноги, область живота, и так больше селезёнки. Я почувствовал джихад, что потихоньку сдаётся первым. Вот это его работа. То есть работа на дистанцию, работа на раунды. Именно джихад за счёт своей вынасливости, за счёт своих бойцовских качеств. Он, конечно, на длинной дистанции очень хороший. Апата, выложившись в начале поединка, включив свою физику и силу, потерялся. Потерял именно свои функциональные возможности. Он кондиции потерял, фокус потерял, пропустив ещё удар тяжелый. Войне потерял его. С руки он пропустил с левой руки от джихада, и носил очень жестко. Ну, конечно, этот слэм, фирменный слэм от джихада. От джихада это то, что он мог. И вот включился тот самый, тот самый... Степан Королёв. Степан Королёв. Очень, кстати, знаменитая фамилия в нашей стране. Королёв тот самый великий был. И вот, пожалуйста, давление на ребра именно джихада Винусова. По сути, создатель космонавтики в нашей стране. Да, вот посмотрите. Патта пытается, оказывает давление на ребра. В грэпплинге очень часто приём применяется. Да, вот это давление на ребра. Да, кстати, всё, какое серьёзное. Он оказал воздействие. Патта очень тяжело начал дышать. И джихада Юнусова уже в ответе жёстко попадает. И стоит, тяжело стоит. О, Женя, сейчас чуть ли не Сокер Кик запустил. О, что делает? Что делает джихада Юнусова? Это невероятно. Что он сейчас пытался сделать? Что? О, тройной кульпит из сальто с возможностью забивания. Вот это как раз-таки грязный бой от джихада Юнусова. Это было нечто. Это он во всей красе. Он чем-то мне напоминает, когда в лучшей форме находится Черси Дудаев. Черси может что-то подобное демонстрировать. И Черси как раз рядом. Черси рядом, потому что сам заряжается энергией этого боя, Черси Дудаев. Да. Всегда же Ахмат Сила. Вот сейчас как раз я в прямом эфире говорю, что Ахмат Сила. Абузай Джанарович Висмурадов, президент клуба Ахмат, делает... Переверните. Делает сейчас зажигательные вещи. Посмотрите, вот повтор мы видим этого слэма, этого броска. Там тройной слэм, мне кажется, знаете. Слэма трудно даже назвать, потому что он пытался уже по ходу. Это, конечно, удар в ответной форме. Вот это вот, знаете, это что было такое. Это очень интересно. Джихад Юнусов во всей красе. Красавец, которых мало, я вам скажу. Здесь Черси Дудаев, конечно, напоминает мне этого парня. Тоже любит грязный бой, кстати, Черси, когда в хорошей форме, в идеальных кондициях. Он любит грязный бой, но честный. Боец до мозга костей, Джихад Юнусов. Это вот реально боец в прямом смысле этого слова. Это тот смысл, который вообще закладывается в это слово, в это выражение. Кстати, вот пару раз, Максим, немного перебивая вас, скажу, Джихад потряс своего соперника. Да, конечно. Джихад до этого не был замечен именно как обладатель тяжелого удара. Как вы считаете, появился ли тоннаж в его ударах? Нет, у него тоннаж появился, действительно, но у него был, вы знаете, вот тот, то основа, та база в тяжелом ударе, я его замечал, все-таки этого бойца я комментировал четырежды, и я помню его, вот эту левую руку. И вот посмотрите, мельница, мельница, да. Очень легко и спокойно. Насколько Джихад контролирует ход поединка, это удивительно. И справляется он спад и Робокидзе с тем самым Робокопом, который, знаете, Робокоп себя еще и настраивает по ходу боя. Но он, конечно, выдерживает просто страшную узбучку от Джихада Юнуса. Вот. Бросается в ноги. Трепка, настоящая трепка в исполнении Джихада для Патарабакидзе. Советуют больше применять локти. Да, есть локти в арсенале, можно уже бить локтями. Кстати, это первый бой для Джихада Юнуса в Лиге WFC, где он может именно применять свои локти. Пока отсутствовал это изменение в правилах в Лиге произошло. Это навык, вопрос навыка, опять наработки. Не так-то и легко сразу перестроиться. Очень нелегко. Для большинства бойцов, которые уже имели серьезный опыт за плечами и в том числе любительских соревнований, конечно, там без локтей идут поединки, им сложно очень. И вот, пожалуйста, это удушение Эзекилем. Вот этим Эзекилем классно владеет Алексей Оленик. Алексей Оленик, да, Оленик Чоук иногда называют. Джихад пару раз завершал свои бои именно этими приемами удушающими, если так их можно назвать. Наверное, больше даже не удушающими, а давлением. Давление как раз на сон на артерии, я так понимаю, и яблоко Адамова, Адамова яблока. Но в большей степени на Адамова яблока. Да, да, да. Там больше именно вот эта боль невыносимая она заставляет сдаваться. О, левый хай-кик получился, но должен был быть миддл кик. Да, и сам правый левый сбоку. Левый сбоку пропускает. Передняя рука опущена у Джихада, конечно. Да, он наверняка хочет ударить с левой руки, поэтому зарядился под левую, но очень аккуратным нужно быть. Совсем плохо пати Робакидзе, он даже показывает выражением своего лица. Оу! Кстати, и колено еще запускает в этой позиции Джихад Юнуса. Не запрещено ли? У меня тоже вопрос возник, вопрос. Вот сразу же мы смотрим на Тимура рядом, который с нами находится. А, нужно быть в любом случае осторожным в азарте этого боя. Ну, грязный бой, тот самый грязный бой, который обещал. мы его видим, да. Вот эти локти, локти. От Джихада локти. А что, что говорит Патер Робакидзе? Вот и, пожалуйста, попытка из-за киля со стороны Джихада. олейник чок. Да. попытка была, но, опять же, безуспешно на данный момент. Его лучше выполнять вообще из позиции маунт. Когда ты растягиваешь соперника, ничего тебе не мешает. В маунте уж точно. А помните, как олейник в маунте, только находясь снизу, он сделал это. Впервые в истории UFC. Да, да. И олейник действительно, я думаю, что это вот такой эксклюзивный пример исполнения подобного приема. Асамбек, как вам кажется? Да, да. Такое беспрецедентное проведение этого приема было. Разрушает сейчас защиту по Тарабакидзе. Все, останавливает и поиграет победа техническим нокаутом. Джихад недоволен. Хочет как можно больше провести все время. Хочет боя, хочет поединка, хочет продолжения этого сражения. Ему это недостаточно. Он хочет драться дальше. Джихад, посмотрите. Да, да, да. Это, к слову, отех бойцовских качествах. Будет ли продолжаться и обращать сейчас Бузаеву Жанаровичу весьма радует дайте мне бой дальше, дайте мне я хочу драться дальше. Давно не выступал в этот остатокон. Давай подеремся дальше, продолжим. Джихад подходит и просто говорит, я хочу дальше с тобой боя. Просто тоже беспрецедентно, я вам скажу. Редко такое можно увидеть. Апата пытается объяснить, что я уже не могу сопротивляться и противостояние тебя оказывает очень серьезно. Но здесь насколько разрушена защита была пата Рыбакидзе. Она просто в пух и прах была разрушена. Дорогие друзья, и в этом маньяке на третьей маньяке паток, который прошел предустояние против Олега Борисова, Серкерово, Болеведа Тигра, Магомедова, Кулаева, и не многих других. Здесь он разрушен пух и прах от джихада дикого Юнусова. А джихад еще недоволен ему не дали проявить себя во всем.